МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем всех, кто находится сейчас у экранов. Телевидение «Электрогорска» начинает свое вещание. В студии Виктория Алешина с информационным выпуском новостей. Итак, главные темы дня. Юбилей собирает друзей. Дом культуры и городская библиотека отметили вековой юбилей. На контроле даже мелочи. Глава города провел встречу с жителями. Будущие конструкторы и инженеры. Зональный фестиваль технического творчества «Цифровое поколение» прошел в ЦДО «Истоки». Хорошая игра. Турнир по футзалу прошел в «Электрогорске». Родина. С патриотическим стихотворением Константина Симонова выступит ученица школы номер 14 Ева Замалаева. Правила красоты. В Доме молодежи прошел мастер-класс. Концертная программа в честь столетия образования Дома культуры и городской библиотеки. Духовные беседы. Прогноз погоды. Дом культуры, уютно расположившийся на улице Пионерской, со стороны кажется величавым островком спокойствия. Но стоит войти в его двери, моментально погружаешься в атмосферу творческой суеты, вдохновения, праздника и красоты. Для этого есть особая причина. Храм культуры празднует вековой юбилей. Гостям праздника продемонстрировали фильм, состоящий из материалов, напоминающих о театральных постановках, танцах и песнях разных поколений, которые принесли клубу-библиотеке любовь и признание. И тогда, и сейчас дружный творческий коллектив состоит из людей разных профессий и возрастов. С особой теплотой и волнением вспоминали со сцены имена основателей и последователей традиций. Замечательные слова поздравлений прозвучали от почетных гостей, пришедших разделить с коллективом радость юбилейного торжества. От лица главы городского округа Электроглаза Сергея Евгеньевича Дорофеева я поздравляю вас, я поздравляю ваших коллективов, воспитанников, дорогих ветеранов со столетием со дня образования Народного дома культуры и библиотеки. С юбилеем! С большим удовольствием хочу поздравить с юбилеем, со знаковой датой и днициативной образования Дома культуры и библиотеки на территории Электроглаза. Вот уже порядка ста лет библиотека Электроглаза несет в общество свет знаний духовности, а Дом культуры является храмом искусства и досуга. Я желаю этим учреждениям культуры уверенно двигаться в будущее, при этом сохранять свои лучшие традиции. Почетными грамотами главы Совета депутатов городского округа Электрогорск, депутата Государственной Думы Геннадия Панина были награждены творческие коллективы, солисты, работники и ветераны. В данные коллеги, депутатный свой труд, профессионализм в работе и в связи с празднованием 100-летия благодарствуем письмом депутата Государственной Думы награждается Баранова Валентина Васильевна, ветеран библиотечной системы городского округа Электрогорск. Артисты искренне и самоотверженно дарили свое творчество. С первых минут концерта сложилась прекрасная атмосфера. Неудивительно, что благодарная публика тепло и радостно принимала каждый номер. Праздничная программа была насыщена концертными номерами. Ее подготовили коллективы и артисты Дома культуры, а также их друзья, воспитанники детской школы искусств, Центра дополнительного образования «Истоки», молодежного центра и городские исполнители. Все, кто пришел сюда, так или иначе связаны с историей и многогранной творческой деятельностью гостеприимного Дома культуры и библиотеки, где каждый может найти себе дело по душе. Смотрите концертную программу сразу после выпуска новостей. Капитальный ремонт в доме номер 16 на улице Ленина подходит к концу. Но, как говорится, в каждой работе должен быть финальный штрих, который доведет начатое до идеала. Именно подобные моменты, все нюансы ремонта глава города Сергей Дорофеев и представители администрации обсудили с жителями дома на личной встрече. 10 ноября Сергей Дорофеев провел встречу с жителями дома 16 на улице Ленина. Здесь проводится капитальный ремонт, который находится на финишной прямой. Срок завершения всех строительных работ по данному адресу – 20 декабря, прямо перед Новым годом. Глава города и представители администрации напрямую обсудили с жителями проблемные вопросы. Наша задача – просто все это ускорить, как можно быстрее сделать. Вот и все. Чтобы до 20 декабря не откладывать. Да, уже один раз отключалось полностью электричество уже даже. Отключалось уже было. И на ком приезжали, они… Да не один раз уже отключалось. Они каждый новенький. Нет, ну это прямо один… А, ну нет, на один раз прямо на целый день прямо они… Надолго. Надолго бывает, я просто почему говорю. Там, может быть, ночью мы не замечаем. А Канубки начнет работу, заявку увидеть, что ли? Сейчас… Там акт выдает не сам Канубки, а центральный аппарат. Технику, да, жалко. Все, взять его быстро на контроль и закончить. Это вторая заявка, мы же одну уже подавали в электронном виде. И она у них должна сохраниться там на портале. Мы поэтому и пытаемся как можно… Ну я поэтому и говорю, давайте мы разберемся, в чем проблема. То есть, если завтра утром понимание будет какое-то, мы позвоним, значит, вышестоящему руководству, наверное, в Москву попросим все это быстро ускорить. Тем более, если одна заявка уже есть, вторая, жалобы жителей есть, значит, надо все это нам быстро делать. Потому что действительно холода начинается, что тут… Сейчас все, техника будет включить, и свет будет гореть, сейчас все будет включаться. Это свежая, свежая, свежая. Да, это проблема. Ускорим, ускорим. Несмотря на всю серьезность и сосредоточенность на решении недочетов, встреча прошла на позитивной ноте. У вас теперь настоящий Новый год будет? Да, настоящий. А то мы как людей, как мы друг друга все узнали, да, за этот капремонт. Подружились. Подружились, да. Народ хороший, не знали никого, да, тут прям теперь все… Люди у нас в доме очень хорошие, очень хорошие. Я еще хочу спросить, по поводу перерасчета сказали, сделают нам перерасчеты. Руслан Сергеевич, да, там с перерасчетом. Все, с перерасчетом. Насчет перерасчета. Перерасчет, я в ТСК Муснерго сказал, чтобы именно насчитали с того времени, как подключили ваш дом. Вы уже это все… Ну, то есть где-то месяц мы, наверное, не подключались, да, говорят, где-то месяц. Ну, хорошо, мы рады, если так. Все нюансы ремонта взяты на контроль и будут исправлены. Сами жители очень положительно отзываются об изменениях в их доме и благодарят. Мы очень благодарны. Ремонт замечательный. Мы всем довольны, мы рады. Да, этой встрече мы очень рады. Спасибо всем, 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 кто организовал наш ремонт. И подрядной организации, мы хорошо с ними работали. И нашим сантехникам, ну, всем, кто принимал участие. Нашим жителям нашего дома, которые принимали активное участие, молодцы, все довольны. У нас теперь тепло, скоро будет светло, вот у нас со светом немножко проблемы. Спасибо, хочу сказать Сергею Евгеньевичу, что все-таки вот на эту проблему нашу со светом он сам приехал и сам обещал разобраться, что все это решится, разрешится, сделается ремонт. И в ближайшее будущее, будем так говорить, мы будем еще и со светом, с водой, с теплом и со светом. У нас не то, что света совсем есть, нет, он у нас есть, но очень такой, знаете, старая проводка. Старая проводка, нам скоро все это заменят, и у нас будет красота. Капитальный ремонт – дело непростое, особенно, когда он касается многоквартирных домов. Очень важно находить общий язык с соседями и рабочими, избегать недопониманий. Именно поэтому ремонт в доме номер 16 на улице Ленина не только улучшил внешний и внутренний вид здания, но и сплотил его жителей. Сегодня побывали на Ленина 16, на доме, где идет капитальный ремонт. Связан с тем, что действительно есть, я бы сказал, так не проблема, а временные трудности по электроснабжению. Проблемы у нас в работе находятся, да, сейчас с жителями обсудили, в какие сроки мы выйдем, решение этого вопроса. А так видим, что у жителей настрой позитивный, все им нравится, все их устраивает, как произведен капитальный ремонт. И именно, как я говорил, те опасения по отоплению, по замене радиаторов, то есть они все решены, жители довольны. И, как мы сейчас слышали, даже приходится во некоторых комнатах убавлять тепло, потому что очень жарко. Это не может радовать. Радует то, что подрядчик с первых дней своих работ нашел общий язык с нашими жителями. И, как сейчас жители сказать, они наконец-то во время капитального ремонта познакомились, наконец-то все, узнали, кто где живет, кто где работает. Поэтому капитальный ремонт сближает людей. Ну и идем к финишной прямой, то есть 20 декабря у нас срок сдачи этого дома. Предприятие по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Парфюмстиль» приглашает на работу. Главный технолог – 50 тысяч рублей. Наладчик технологического оборудования – 33 тысячи рублей. Мастер цеха – 29 тысяч 470 рублей плюс премии. Помощник мастера – 25 тысяч 934 рубля плюс премии. Фасовщиц парфюмерной продукции – зарплата издельно-повременная. Укладчиков-упаковщиков – 29 тысяч 471 рубль. Дворник – 26 тысяч 324 рубля. Операторы тампопечати – зарплата издельно-повременная. Окращик стеклянных изделий – 32 тысячи 700 рублей. Бухгалтер по расчету заработной платы – 36 тысяч рублей. Официальная стабильная заработная плата. Оформление согласно ТК РФ. Полный соцпакет. Адрес предприятия – Московская область, город Электрогорск, улица Буденова, дом 5. Телефон – 8496-43-313-49. 8-929-511-69-70. Мастерить роботов, создавать компьютерные проекты, моделировать и конструировать. Этому и многому другому учатся ребята на кружках технического творчества в ЦДО «Истоки». Они не только узнают много нового и полезного, но и увлекательно проводят время, находят новых друзей, а также демонстрируют свои достижения в современных технологиях. Юные изобретатели и любители технических наук встретились на зональном фестивале «Цифровое поколение», который прошел в Центре дополнительного образования «Истоки». Подробности в нашем сюжете. 12 ноября в Центре дополнительного образования «Истоки» состоялся зональный фестиваль технического творчества «Цифровое поколение», который объединил более 70 детей из Электрогорска и Павловского посада, участники, представители школ и учреждений дополнительного образования. Конкурсы, соревнования, мастер-классы. Для школьников была подготовлена насыщенная и интересная программа. Сегодня в ЦДО «Истоки» мы проводим фестиваль технического творчества «Цифровое поколение». Мы пригласили обучающихся из Электрогорска, из Павловского посада, те, кто занимается в технических и, естественно, научных направленностях объединениях. Цель нашего мероприятия – это, конечно, обмен опытом, обмен знаниями между обучающимися, между педагогами, также повышение интереса к техническому творчеству, к инженерному творчеству, потому что все наши задания, ко всем нашим работам ребята готовились заранее. И мы стараемся тем самым привлечь как можно больше детей на занятия именно, естественно, научного направленности и технической направленности. Ребята поучаствовали в увлекательном конкурсе по программированию «Скретч-тестировщик». Юные программисты от 10 до 14 лет провели тестирование исходных проектов, выполненных в среде программирования «Скретч». Члены жюри учитывали время и правильность выполненных заданий. «Мне больше всего нравятся сами задания, которые даются. Допустим, не ставать оба, чтобы оба падали. Очень интересно, потому что создавать веселее, чем играть. А кем ты хочешь стать в будущем?» Программистом. Соревнования роботов, гонка с препятствиями не оставила никого равнодушным. Ребята с помощью дистанционного управления проводили своих роботов по маршруту следования и обошли все заданные препятствия. А на выставке изобретений роботов можно было увидеть конструкторские разработки школьников. Представленные модели и макеты сопровождались демонстрацией действующих механизмов. «Я посещаю занятия робототехники в своей школе. Иногда даже ребятам преподаю робототехнику. И мне это очень нравится, ребятам тоже». «Сколько лет ты уже занимаешься этим?» «Ну, я занимаюсь с пятого класса, уже по участвованию в одних олимпиадах и фестивалях». «Какие достижения у тебя в этой области?» «Достижений очень много. И даже вышли на новый уровень. Это робот Ардуино». «Как ты считаешь, в будущем тебе пригодятся эти знания?» «Да, очень пригодятся. Я думаю, стать робототехником, учителем робототехники». «Мне нравится программировать роботов, собирать их». «Удалось тебе создать что-то новое?» «Ну, да. Мне получилось сделать из лего видеоигру, как телевизор. Только там можно было на нем играть». «Как считаешь, тебе пригодится это в будущем?» «Ну, думаю, да, пригодится». «А кем ты хочешь стать?» «Я хочу стать, собирать всяких роботов». «Я люблю собирать из лего всякие штуки. Собрал светильник, который светится». «Особенно занимательными стали мастер-классы. Действия электромагнитных сил на основе простейших опытов показали ребятам на мастер-классе по астрономии. С размножением комнатных растений ребята познакомились на мастер-классе «Растим подарок». На занятии по авиамоделированию ребята учились создавать детали по шаблону, способом регулировки полета разных моделей самолетов. А в завершение устроили соревнования на дальность полета. «Что тебе нравится?» «Чертить, вырезать, пилить. Ну, все, в принципе, что здесь есть». «А что уже удалось тебе создать?» «Несколько планеров, ну и маленькие самолетики. Я в будущем могу реально самолеты делать по чертежам». «Я хожу в этот кружок только месяц. Мне нравится тут делать самолеты, потому что они летают. И еще нравится вырезать и чертить». «Как уже самолетов у тебя получилось?» «Ну, именно типов у меня где-то около семи. А вот самих самолетов у меня десять. Военные, пассажирские, грузовые». «Какие тебе больше нравятся делать?» «Военные». «Популяризация современных технологий, инженерного творчества и занятий в кружках технической и естественно-научной направленности – цель прошедшего мероприятия. Подобные занятия дают возможность углубленного изучения технических предметов – астрономии, физики, информатики. На примере изучения моделей и простейших механизмов ребята лучше понимают устройства современной техники. «Посещение таких кружков помогает ребенку адаптироваться к современным условиям нашей жизни. То есть у всех есть телефоны. А как правильно его использовать? Вот сейчас мы видим соревнования, когда ребята используют технологию Bluetooth. Подключение двух устройств и управление роботизированной платформой именно по этой технологии. «Сложно. Нужно знать основы работы по такой технологии. Необходимо сконнектить два устройства, особенности конструкции знать, и тогда все получится. Естественно, занимаясь в кружках программирования робототехники, дети учатся логически мыслить, развивают логическое мышление, а это нужно везде, во всех сферах нашей жизни». Все ребята получили призы, дипломы победителей, сертификаты участников соревнований. Быстрая реакция игроков, точные голы, крики болельщиков, море эмоций. Увлекательный и азартно прошел турнир по футзалу в спортивном зале «Сокол». За кубы главы городского округа «Электрогорск» боролись четыре команды. Как прошло спортивное мероприятие, смотрите в нашем сюжете. 12 ноября в спортивном зале «Сокол» прошел турнир по футзалу. За кубы главы города боролись команды – юниоры, эколаб, ветераны, блэк-пул. После торжественного построения и открытия турнира участников соревнования поприветствовала заместитель главы администрации Наталья Алексеева. Уважаемые ребята, уважаемые тренеры, я рада приветствовать от лица главы городского округа «Электрогорск» Сергея Евгеньевича Дорофеева вас на этом турнире. Я желаю вам яркой, насыщенной, спортивной борьбы. И пусть победит сильнейший. Все участники соревнований ответственно подошли к турниру. Среди них были и опытные игроки. «Команда участвует более 10 лет, участвуем стабильно, раз в год здесь в зале «Соколи» проводят соревнования. Постоянные участники, постоянно в призерах. А вы в составе команды уже сколько? Лет 12, наверное, уже в команде. Сколько уже достижений? Много, очень много достижений. Всегда призовые места. Команда хорошая, молодая, всегда стремимся к победам. А что рассчитываете на сегодняшний слайд? Если честно, сегодня мы, так скажем, пришли для себя поиграть. Не обязательно выигрывать, получить удовольствие, встретиться с ребятами, получить удовольствие от футбола. Матч получился очень интересным, подарив участникам и болельщикам много положительных эмоций и хорошего настроения. Борьба между командами была захватывающей, и нападающие защитники с обеих сторон оказывали достойное сопротивление. По итогам соревнований на пьедестал победы взошла команда «Эколаб». Второе, третье и четвертые места у команд – «Блэкпул», ветераны, юниоры. Лучший вратарь соревнований – Федор Мухин. Лучший защитник – Александр Абайкин. Лучший нападающий – Дмитрий Горшков. А лучшим игроком признан – Сергей Демин. Победители и участники турнира получили кубки, грамоты и медали. Памятная фотосессия стала завершением спортивного мероприятия. Все ребята показали себя хорошими игроками и настоящими ценителями этого вида спорта. Константин Симонов по праву считается одним из лучших поэтов и писателей, посвятивших большую часть своего творчества Великой Отечественной войне. Будучи военным корреспондентом, он являлся непосредственным свидетелем горьких поражений и великих побед советского народа. Писатель стремился показать обычного живого человека, передать его личные чувства и ощущения – яркий пример стихотворения «Родина». Известное произведение Константина Симонова прочитает Ева Замалаева. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима широка горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что осталось вдалеке. Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким имником. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Для приобретения каких-то навыков и знаний всегда в совокупности важны практика и теория, а когда они объединяются с досугом, получается полезное времяпровождение. Именно так проходят мастер-классы для молодых семей в Электрогорском доме молодежи. В воскресенье 13 ноября в клубе «Гармония» в Доме молодежи прошел настоящий день красоты. Секретами макияжа и подбора косметики поделилась стилист-визажист Дарья Фенина. На примере своей модели Дарья рассказала обо всех нюансах и тонкостях повседневного и праздничного макияжа. Затем участницы мастер-класса смогли применить полученные знания на практике и создать образ самостоятельно. Дома я тональный крем наношу и вообще всем советую делать это спонжиком. Очень многие, я знаю, делают это руками. Ну, в принципе, да, можно, ничего криминального в этом нет. Но, во-первых, это не очень гигиенично, во-вторых, это не очень удобно. Потом все руки в тоне, надо их помыть или чем-то вытереть. Плюс растушевать иногда бывает тоже не очень как и просто. Можно пользоваться кисточкой, например. Но кисть тоже, в принципе, можно, но ей делать это достаточно, ну, то, что сложно. Кисть может оставлять за собой полосы, ей там может быть сложно где-то растушевать. Наша задача какая? Облегчить себе жизнь и делать себе макияж за 15 минут и не вставать на 2 часа раньше, правильно? Утром. Поэтому берем просто спонжик. Спонжик – это просто гениальное изобретение человечества, я считаю, что даже не знаю, как мы без него раньше жили. Ритуал макияжа – очень важная часть обихода для каждой дамы. В этот момент мы все с вами становимся красивее и поднимаем самооценку. И день выходит удачным, если стрелки получились одинаковые, помада в тон, тени не скатываются, а хайлайтер берцает в меру. Ксюша улыбается, если я ей приподниму щечку, видите, появляется вот этот валик, вот такой, видно? Вот прям весь этот валик мы себе можем позволить затемнить вот таким вот, ну, не супер темным цветом. И тогда наш глазик станет визуально больше. На верх глазки. Прямо могу той же самой кисточкой прям по всему валику вот этому. Видите, не боюсь вниз оттушевывать. Не делаю вот эту вот миллиметровую какую-то линию, а прям хорошенечко тушу вниз. По всему валику. У каждого, да, этот валик свой, в зависимости от природы, от тех данных, которые надо... Боженька. Найти просто. Улыбнулись, щечку приподняли и улыблили. В наше время ушла мода на чрезмерную пестрость в ежедневном макияже. Трендом является совершенно незаметный тональный крем, натуральные широкие брови и нюдовые оттенки. Я когда стою перед клиентами, все такие... Вот этот тихий ужас в глазах. Ничего не говорят, но я прям вижу, что они сейчас как будто встанут и убегут просто со стула. Потому что все из нашего прошлого привыкли, что это страшная штука, после которой отвалятся ресницы. Не отвалятся, если пользоваться ей до нанесения туши. Если накрасили тушью, она высохла и вы такие пришпандорили ее вот таким керлером, естественно там что-нибудь да отвалится. На неокрашенные реснички совершенно ничего не случится. И это просто обалденная вещь, которая открывает взгляд, вот прям в два раза больше становятся глаза. Особенно для тех, у кого реснички растут как заборчик вниз. А как сделать макияж, который подчеркивает все достоинства естественности, рассказала на мастер-классе визажист Дарья Фенина. Сегодня Алена Андреевна Черналова меня пригласила в гости к ним в Дом молодежи, для того, чтобы я провела небольшой такой мастер-класс по макияжу для клуба молодых семей. У нас присутствовало несколько прекрасных девушек. Мы разобрали основы макияжа, вообще как девушке выглядеть каждый день более чем потрясающе, при этом не тратить на это кучу времени. Рассказала девчонкам несколько своих секретов и лайфхаков, поделилась своими знаниями, своим опытом. Потом девчонки отработали макияж на себе, у всех получилось просто превосходно. Я на самом деле безумно довольна, безумно всеми горжусь. Просто очень классно провели время. Я надеюсь, что такие встречи, возможно, станут нашей такой очень доброй, хорошей традицией. Также впечатлениями от уроков красоты поделились и главные практикантки. Сегодня у нас был день красоты, можно назвать его так. К нам пришла Дарья, которая показала основы макияжа, как сделать себя красивой, очень быстро и правильно. На нашей встрече присутствовали мамы из нашего клуба молодых семей. Все прошло очень душевно, очень интересно, очень много нового мы для себя узнали. Ну и, конечно, попробовали все это на себе. И сегодня все ушли очень красивые, очень довольные. И я надеюсь, что мы увидимся еще раз и попробуем что-нибудь новое. И хотелось бы сказать большое спасибо Дарье за новый опыт, новые знания, которые мы сможем применять уже в повседневной жизни. Секреты техники нанесения, использование правильных продуктов, инструментов, соблюдение гигиены и регулярного ухода. Девушки увидели, как красится не только для красоты, но и для поддержки здорового и сияющего вида кожи. Ведь это самое главное. И в завершении о погоде. Ближайшей ночью в Электрогорске будет ясная погода. Температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Во вторник, 15 ноября, на улицах города ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха до минус 2 градусов. На этом у меня все. Далее эфир продолжит рубрика «Духовные беседы». А сразу после смотрите концертную программу, посвященную столетию городской библиотеки и Дома культуры. Не приключайтесь. А я прощаюсь с вами. Спасибо всем, кто следит за новостями города вместе с нами. В студии была Виктория Алешина. До новых встреч на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова